Теперь официально здравствуйте всем. Прежде всего мы продолжим чтение книги Маниту. Может быть, стоит немного действительно отклониться в сторону, в соответствии с тем, что спрашивала Лена, о значении науки, изучении науки, достижении научных успехов в смысле нашего понимания божественного. Секундочку, я только отвечу, мне тут звонят, к сожалению, ребенок. Алло, Йохавет, они боятся арцаан, они мистерят. А ты хуралит каширот шаабе сезон? Туда раба маха. Как я поняла, вопрос стоял приблизительно так, да? Лена? Не хам. Мне трудно сказать, и я не могу сказать, что я теперь непредвзято смотрю на все это. Но просто мне не повезло в школе с точными науками. У нас как-то они плохо преподают. И сейчас я на них смотрю. И мне кажется, что, допустим, изучая кибернетику, ну просто уже даже нечего сказать даже тем людям, которые атеисты. Ну как можно не видеть божественного? Ну я говорю, я не могу отвечать, что мой взгляд теперь не предвзят на это вещи. Предвзят, я думаю, да. Потому что... Да. Потому что с точки зрения чисто науки, чисто кибернетики, физики, вовсе не обязательно наука нас приводит к тому, что в этом мире есть творец. Но, скорее всего, не приводит, но это оставляет такой большой и жирный вопрос, что как бы на него требуется еще больше... Этот мир, который как бы вроде бы действует по каким-то постоянным законам, как Лебнец говорил, да, я не вижу назвусти в этом предположении. Может быть, где-то, так сказать, более близко понимая устройство науки, в виде каких-то, как гармонично там мир устроен, это может воздействовать на человека, я думаю. Что он скажет себе, вау, как все красиво устроено, наверное, это кто-то придумал. Но это вовсе не обязательно. Точно так же человек мог смотреть на чудеса мироздания, там, устройство снежинок и там, прочие вещи, как все красиво работает, и в них находить творца. А мог и не находить, потому что здесь есть какой-то механизм, который как-то работает. Каким-то образом он сам выбрал себе оптимальный какой-то способ функционирования. законы как-то построились в процессе формирования Вселенной. И можно, и больше того, даже если он, можно предположить, что есть где-то за этим какой-то, скажем, рок, творец. Но творец такое, которому пофиг вообще все это. Он запустил эту машину и ушел куда. Это вовсе не то, что мы предполагаем о творце. Это вовсе не откровение, не намерение, не воля творца в отношении этого мира, в котором мы живем. Это на самом деле на нас как бы не накладывают никаких обязательств. Он нас сотворил и ушел примерно. Он не требует от нас, чтобы мы оправдали его доверие и сделали это творение небессмысленным. То, что монеты пишут. То есть это вот заключение, оно следует только из откровения. Когда человек... Ну, действительно, у нас есть такой медраж от Абрама Мавину, что он вот смотрел на вот эту вот небесную механику и, исходя из взгляда на то, что в мире все действует по каким-то правилам, он стал искать кого-то, кто эту всю механику запустил. Тем не менее, вот когда на монету там своей, в этой книге, там он пишет про Абрама, он этот медраж понимает несколько по-другому. Он понимает его так, что Абрам пришел к идее о том, что он сотворен, что он часть этого большого мира, сотворенного, это накладывает на него какие-то моральные обязательства. И стал искать и стал искать творца. У него это было как бы... Там довольно интересно, у него это было как бы предположение внутреннее, что должен быть здесь творец. Но без того, что происходит откровение, разговор между человеком и творцом, у него не было утверждения этого понимания. Он искал творца, и творец с ним говорил, поэтому у Абрама было основание к тому, чтобы это все принять. В конечном итоге, как бы мы в своей вере тоже опираемся на откровение, потому что Бог не просто так все сотворил и ушел, а Он хочет чего-то от нас. Но вопрос в том, что происходит с наукой, он на самом деле довольно интересный. насколько я понимаю, насколько я слышала от уважаемых учителей, которые сами занимаются наукой и Тару одновременно, научное познание вообще не только современное, оно, его можно описать приблизительно так. Вот есть у нас некоторая реальность, мир, в котором мы живем. и мы в общем предполагаем, что он действует по каким-то законам. И ученый, когда он пытается найти законы, найти какие-то правила, найти какие-то построить какую-то схему функционирования мира, он прежде всего устраивает цимцум. То есть это не тот цимцум, которым устроил творец, когда создавал мир, а это редукция. То есть он говорит, я вот вижу там соударение шаров, но я абсолютно не могу описать это вот событие, это физическое явление, включая все-все параметры материала, трения землю, веса, миллион других еще параметров. я хочу свести это к минимуму параметров. Я буду считать, что это не шары, а точки, что это соударение абсолютно упругое и так далее. И в таких условиях я могу его описать. Я физик, я могу сократить количество параметров реальности, я могу построить некоторую схему. И по этой схеме я посмотрю, если более-менее там она укладывается, в мою теорию то, что происходит, в эту схему, то тогда хорошо. Это не значит, что я знаю, что там происходит с шарами. Абсолютно непонятно, что с ними там происходит внутри. И действительно, я даже не знаю, кто-то сегодня знает ли в деталях, как это происходит, какие там происходят внутриатомные всякие реакции, в результате которых мы видим такое явление природы, что они там разлетаются в стороны или один толкает другой. Нас это все как бы мало интересует. Он построил некую схему соударения, он ввел какие-то ученые, ввел какие-то формулы, и когда мы строим опыт приблизительно, убирая все лишние параметры, оставляя только те, на которые он построил эту схему, приблизительно получается более-менее хороший результат. и вот каждая наука отбирает те параметры, которые она исследует и стирает или не соотносится с каким-то другим параметром, которые она считает нерелевантным для исследования. Ну, возьмем, к примеру, человека, его исследует психология, психиатрия, социология, физика, химия, биология, очень много разных наук. И каждая из этих наук, она выбирает свои параметры, по которым она исследует человека. Это вот да. Поэтому, когда он, даже биолог и химик начинают спорить, или там психолог, о причине какого-то явления они не могут найти общий язык. У них совершенно разные понятия, на аппарат. Каждый из них исследует какую-то свою сторону явления. Остальные стороны явления он игнорирует. Например, психолог там скажет, у него депрессия, потому что он потерял смысл жизни, а биолог скажет, в чем здесь химик, у него башки не хватает серотонина, не действуют какие-то рецепты. Они говорят на совершенно разном языке. И вот когда Рав Кук описывает противоречия между науками и противоречия между идеями, но действительно с науками это проще, но с идеями происходит то же самое. Каждый философ, например, который строит свою систему философскую или описывает даже в рамках иудаизма какой-то Рав описывает какой-то подход характерный для него хасидский или мистагидский, происходит то же самое. Он соотносится с какими-то одними параметрами, которые он считает важными, и он игнорирует другие, которые он считает неважными. Поэтому особенно между самыми довольно близкими какими-то подходами бывают очень сильные разногласия, потому что каждый из них выбирает те параметры, которые он хочет исследовать, а остальные он игнорирует. И может получаться совершенно разные взгляды. И Рав Кук, он это в книге Урота Кодыш, книгу собрал его ученик Назир, Рав Назир, и он взял отрывки из разных мест совершенно дневников Рава Кука, и он их систематизировал по некоторой логике, по некоторой схеме. Там, где они были написаны, допустим, в восьми сборниках, они тоже не случайно появлялись. Когда мы считаем по порядку, как они были написаны в шмонах в восьми сборниках, там есть некое развитие идеи. какой-то. И в частности, там появляются идеи противоречий, которые он разбирает в одном месте так, а в другом месте по-другому. При этом Рав Назир соединил эти два отрывка и показал нам, как сам Рав Кук с разных сторон описывает противоречия между идеями, между науками, или между подходами, как они возникают. и вот в первом отрывке этот отрывок девятый в ворота кодиш, нет, восьмой. Рав пишет, я очень-очень примитивно это излагаю, если у меня была идея перевести этот отрывок, но потом я от нее отказался, потому что какие-то последние времени очень напряженные были, не успел. Но очень-очень примитивно можно это описать так, что чем больше человек становится специалистом в своей науке, тем ему труднее осознать в принципе какой-то другой науки, тем он больше профан в другой науке. Так, если, например, какой-то биохимик хочет комментировать с точки зрения психологии какое-то явление природы, то он будет совершенно профан в том, что я все это знаю, это вся биохимия человека, она не имеет отношения к никаким травмам, к примеру. Это очень-очень грубо. То есть чем больше человек находится в плену собственной концепции, будь то наука или будь то философия, тем сложнее ему увидеть другую концепцию и принять систему аксиом, систему параметров, на которой ориентируется другая наука или другая концепция. То есть это я уже говорю на своем языке, это не то, что говорил Равко Куку. Равко Куку сказал, что тем больше он ошибается в отношении других наук, тем больше он специалист в своей области. И тем сильнее противоречие между разными науками возникает. И вот в этом восьмом отрывке он пишет так, что единственный способ разрешения противоречия это некоторое соединение, подключение, черпание света из высшей мудрости. То есть поскольку весь мир на самом деле не сходится к этим схемам. Есть настоящая реальность и осознать вот эту настоящую реальность и как она задействует правильную интуицию в понимании того, какие именно параметры влияют в реальности на совершающиеся события. Для этого человеку нужно продвигаться в понимании устройства этого мира, как он задуман всевышним. И это то, что Рафф там пишет, что это хохмат акудыш, то есть мудрость святости. Вот мудрость святости дает возможность человеку правильной оценки, и это имеется в виду и в гуманитарных науках, и в реальных. Появляется у него некая интуиция, которая позволяет ему видеть вещи гораздо более широко и не замыкаться на той схеме, в которой он находится. Но для этого нужно какое-то возможное изучение Каббалы, возможно некое прозрение желания подключения к этому самому свято высшей мудрости. Приблизительно так, но совсем по-другому. Он говорит в следующем отрывке. и он говорит о том же самом, что есть противоречия между разными подходами в науке или в идеологии. И для того, человек для того, чтобы уладить эти противоречия, для начала человек должен как можно больше их углублять. То есть вникать в каждую из теорий максимально. И когда он доходит до какой-то определенной глубины, когда он приходит в какой-то определенный уровень, он находит то общее, что их объединяет. На самом деле, в общем-то, более-менее все, и первое, и второе, оно имеет в виду, я думаю, первый отрывок, и второй, что есть некоторое божественное знание, на пути, к которому человек может осознать, где смыкаются противоречия, где в каком... то есть во втором отрывке Раф пишет, что в этом вот самом углублении он доходит до места, которое позволяет ему расширить свое понимание, то есть не оставаться вот в этом, в этой узкой области, в которой он есть. То есть я думаю, что при всем при этом надо как бы само понимание того, что в мире есть творец, который всю реальность создал на какой-то общей основе, что в основе всего есть это божественное единство, оно позволяет человеку найти вот эти вещи, которые объединяют. Как пример можно привести вот это самое известное противоречие современное... Как мы понимаем в современной физике корпус кулярно-волновой устройство мира. То есть изначально предполагалось, что все частицы элементарные, они ведут себя как маленькие шарики, корпуские такие. И во многих экспериментах они действительно так себя и вели, и все было хорошо. Пока неожиданно в каких-то экспериментах не выяснилось, что они ведут себя совсем не так, как полагается вести шариком, а они ведут себя как бы как волны, как волны, которые распространяются в пространстве. Что это значит? Допустим, у меня есть щель какая-то, через которую пропускают частицы. И пучок частиц. Пучок частиц, проходя через эту щель, он оставляет какой-то след. В серединке их больше, по бокам меньше, как полагается шарик. А если у нас, например, есть тот же самый поток и есть две щели, в общем-то, я не знаю, через какую щель проходит, это все очень грубо. Проходят мои частицы, то неожиданно оказывается совсем другая картинка. У нас не появляются две полосочки, которые немножко разряжены по краям, а у нас получается такая картина, как появляется в пруду, когда мы бросили туда два камня. От них расходятся волны и где-то более глубокими. Когда две волны накладываются, получается, в каких-то местах более высокие волны, а в каких-то наоборот вмятины. И если мы посмотрим на экран, который стоит за этими двумя щелями, мы увидим, что вместо этой картины, которую мы ожидали, получится такая картинка, как будто мы разрезали эту волну. Где-то есть побольше, потом поменьше, потом побольше, потом поменьше. То есть, как будто две волны, частицы начинают падать на этот экран не по такому закону, как падали бы шарики, а по такому закону, как будто они, их несет эта волна. это очень грубо. И когда это все обнаружилось, возникло страшное недоумение. Так что же у нас такой этот самый электрон или протон, или другой какой-то частицы? Кто он такой на самом деле? и казалось бы, человеческий мозг это очень трудно постичь, потому что я построила одну схему, и по ней работала, все получалось строить хорошо, по тем параметрам, которые вначале ввел. А еще другая схема, и она тоже работает по тем параметрам. В определенных ситуациях работает одна схема, в определенных ситуациях работает другая схема. вот что ужасно. А на самом деле вот эта типичная ситуация, когда у нас есть две теории, я не знаю, как их применить. Приходит простой человек, говорит, зачем вам ломать голову? Напишите формулу, в которой включаются и это, и другое, и какая вам разница, что там происходит на самом деле. На самом деле человек, который осознает, что мир существует, что там на самом деле что-то происходит, он хочет внутри себя как бы соединить вот это понимание мира в более общее какое-то понимание, чтобы в него включалась и волна, и частицы. Такая частица, волна, вообразить себе вот эту вот странную реальность, которая очень далека от нас с одной стороны, но с другой стороны она же что-то нам говорит. Во всяком случае она является хорошим примером для вот этого объединения противоречия. может быть, не совсем то, о чем следовало говорить, но поскольку эта тема мне показалась интересной, я хотела сказать, что мне кажется по этому поводу. Но я, наверное, хотела услышать что-то другое. Я думаю, что люди, ученые, у них там свои какие-то взгляды, честно говоря, не так сильно за них волнуюсь. Я больше говорила бы со своей стороны, потому что вот такие открытия мне, наоборот, дают еще большее понимание. Я даже, мне трудно это объяснить, да, но как бы когда у тебя есть вера и ты еще получаешь вот такие знания, это только, ну, я не знаю, это только тебе как-то расширяет вообще твое вообще представление. На самом деле, ну, понятно, Рав Кук там чуть меньше 100 лет назад это, да, писал. Я так думаю, что в современной науке люди, которые, ну, настоящие ученые, там уже, ну, невозможно как бы вот так вот разделиться, да, я не знаю, мне, например, всегда мешало даже какие-то простые вещи из философии, чтобы понять современное, нужно понимать там тоже физику и математику, ну, не говоря уж о других там гуманитарных науках, да, и соответственно, мне кажется, наоборот, это все только друг друга дополняет и я даже не знаю, как-то углубляет твое понимание вообще на все происходящее и я не знаю, разговаривая про частицы, на самом деле, какие-то просто откровения иногда, которые даже трудно сформулировать и получается, не знаю, как другим, может, все и так я еще хотела пару слов сказать и может быть, это связано, нет, как-то, как вы думаете, я еще раз хотела подчеркнуть, что вот когда мы говорим о творении, у нас возникает вопрос вообще, зачем нам все это рассказывать, потому что это мир, который нам не постижим, мир творения, мир шести дней, мир, в котором как бы у природы, действительно у природы была свобода выбора, зачем нам все это нужно знать, мы несколько раз говорили, что это дает некоторые модели нам, для того, чтобы понимать свободу, правильно понимать свободу выбора человека и свое назначение в мире, нужно вот эта вот ретроспекция творения шести дней, и может быть на самом деле, когда мы спрашиваем, а зачем нам собственно знать, ну, исключая всякие прагматические идеи, а с точки зрения, вот как вы говорите, философии, взгляда на мир, зачем мне в принципе нужно знать, как ведут себя частицы, да, и иногда оказывается, что вот эти модели, с которыми мы сталкиваемся в микромире, они оказываются очень близки вот к философии, вопросы, которые там задают, или вещи, которые там возникают, скажем, я не знаю, действительно, я представляю себе каким-то образом, вот я ученый, который наконец привык к идее о том, что это и волна, и частицы, и вот такое странное существо есть, и кроме того, у него еще как бы есть даже свобода выбора, куда ему там лететь, в зависимости от того, я знаю или я не знаю, какой щель он проскочил, действительно, это вот так, если я могу узнать, куда он проскочил, он будет вести себя как частица, а если я не могу узнать, он будет вести себя как волна, это совершенно поразительные опыты, которые ставят, и можно подумать, что у него вообще, говоря, есть свобода выбора у этого электрона, и больше того, там есть некоторые идеи такие, что иногда он ведет себя так, как будто он заранее знает, что будет, что в будущем я узнаю, через какой-то щель он пролетел, он заранее становится частицей, а не волнует, то есть это поразительные некоторые свойства микромира, и всякие идеи о том, что можно перенести эти свойства, это уже на границе с философией, в макромир, да, про кота Шейдингера, вы знаете же, да, все знают про кота Шейдингера, да, я недавно лекции читала в одном месте, никто вообще про него не слышал, я на это его не ожидала, совершенно, я показываю картинку, на картинке странный кот, я могу вам потом его показать, что он как бы с одной стороны жив, с другой стороны умер, я говорю, кто это такой, никто не может догадаться, я говорю, это кот Шейдингера, все на меня смотрят вот так, не знаю, кто это такой, кот Шейдингера, но опять же, там вот вопрос, вот это явление микромира, можно его через этого кота перенести в макромир, и что происходит с котом, пока мы не открыли крышку, это большая загадка, как мы его определим, он жив или он мертв, это как бы дает нам ощущение, что внутри этого мироздания микромира, да, тоже скрываются какие-то важные идеи, которые нам важны для философии, для понимания своей функции в мире, может быть. Подумайте, что спросить, а я открою следующий файл, ну, не файл я не сделала, открою просто перевод книжки и посмотрим дальше, там, по-моему, было что-то интересное, я просто настолько в бегах сегодня, все даже не успел подумать, о чем мне говорить, иногда я успеваю посмотреть, и мне какая-то идея в голову приходит, а я, а сегодня как-то все, там у меня сын женится, и я уезжаю кататься на лыжах на следующей неделе, и я тут решил принять участие в какой-то встрече. Такая, такая жизнь у меня бурная, извиняюсь, это, но... Замечательная. А? Я говорю, замечательная жизнь. Замечательная жизнь, и наше поздравление сыну вашему. Да, это было очень... Да, это очень замечательно, правда. Много лет у нас никто... Ну, как-то так все было. Никто не женился в семье. Одну секунду, я вот только открою файл. А можно пока файл открывается, это все знают, но просто я добавлю. Ну, например, про Бромновское движение, как бы все знают, Бромновское движение, все движется, да, там внутри. Но, как бы такой простейший пример, мне кажется, вот, ну, это все всегда очень даже добавляет всегда вот к мировоззрению, что там при нахождении какого-нибудь вот капли янтаря, которая там тысячу лет пролежала где-то, да, и тогда попадает в воздух, и когда исследуешь, например, вот эту капельку воздуха, там тоже движется. Ну, то есть, вот этот воздух попал тысячу лет назад, да, туда, и он не мертвый, а движется, и, соответственно, когда ты все это еще раз осознаешь, какой-то вот, начинаешь думать совершенно вот о смерти совершенно по-другому, на самом деле, ну, и вообще о мире. Извиняюсь, такой примитивный пример, но как-то... Нет, и как начинаешь думать о смерти? Ну, что ее как... Ну, не могу сказать, что ее нет, но на самом деле это же как бы... Она не такая, не такая тотальная? Да. Я даже не знаю. На самом деле осознание того, что со смертью не все кончается, оно очень нетривиально, но очень непросто, я думаю, потому что это опыт, с которым мы в своей жизни совсем не встречаемся. и в общем, в рамках человеческого опыта, в рамках... Сколько я... Нашего понимания мы не можем осознать... Есть вещи, которые я вроде бы верю в них, но я не в состоянии их... на других уровнях души, скажем, воспринять, пережить, переварить. То есть мы верим там в искрешение мертвых. Тем не менее в нашей... Мы живем в этой жизни, не в будущем, не в прошлом. Мы живем сейчас и здесь. И сейчас и здесь этот человек кушал, его нет. Это смерть. Эта потеря на самом деле очень... Особенно, если человек молодой, который нам казалось ему еще так много в жизни предстоит, и какие-то планы мы там строим или представляем себе, что с ним связано. И вот он как бы... Все, его нет... Жизнь очень... Смерть очень сильно, мне кажется, подкашивает наше ощущение смысла жизни. Вот ты живешь с ощущением смысла. Ты живешь по некоторому плану. Я вот поступаю так, я делаю так. И это не важно. Иногда это более успешная жизнь, иногда менее успешная жизнь. Но я в том месте, где я живу, я стараюсь максимально все сделать. И я думаю, что я куда-то пришел. А потом оказывается, что ты пришел никуда. Ты, извини, это не хороший пример, там растил ребенка, а он умер, да. И все, у тебя больше ничего. Как бы мне казалось, что максимум, что я делал в жизни, это я вкладывалась в детей, в ребенка. А потом они все погибли. Не дай Бог. Не одна. Или там люди жили, люди, которые жили в Гушкотехне, в Азии, в той области, которую Израиль отдал арабам. Они там построили потрясающее поселение. Они столько вкладывали в эту самую землю. Они выращивали там на песке, вырастили потрясающие цеплицы, сады и все. Построили очень хорошие общины, города. И все это разрушено там. Буквально. За одну неделю ничего не осталось. Всех выселили в другие места. Люди отнеслись по-разному. Я слышала там в какой-то передаче, девочка, ну девочка, я не знаю, это ей внушили, она в это поверила, она такая, идеологическая девочка. Двенадцать на ней было. Она сказала, ничего, все в порядке. Мы служили государству здесь, она здесь. Не хочет, мы будем служить в другом месте. Такая очень идеологическая. Но для многих людей это было полное крушение, полный развал семьи, жизни, жизненных целей. Они большинство были религиозные. Кто-то снял КИКУ. Он сказал, если так, ты все выше со мной обращаешься. Все, что я делал, выбрасываешь помогу, я от тебя не верю больше. Он рассердился на Всевышнем. Это можно понять. То есть, когда у человека пропадает смысл жизни, это самая большая трагедия, самое большое тяжелое впечатление, которое может быть. А смерть, она такая, ты с этим ничего не сделаешь. В этой жизни человек ушел. Смысл потери. Поэтому, так сказать, требует переживания, переосмысления, принятия. Смерть, в принципе, мне кажется, это не так тяжело, как в теории. На практике, когда ты с ней сталкиваешься лицом к лицу, это... да. Ну, так мы продолжим. Я сейчас это самое... Опс, где у нас? Все. Вернемся к Мониту. Что-то я еще хотела сказать про Мониту, но это, может быть, в следующий раз. Потому что так уже было много всяких разговоров. Это мы в середине мы говорили о субботе, а теперь Мониту говорит о благословении. Нехамберг у нас пока не видно. Он сейчас появится. Сейчас появится. Не знаю, почему он задерживается. Ну, такой компьютер у меня. У него почему-то... И еще, кстати... Меня видно? Или вообще ничего не видно? У меня ничего... Отражение застыло и текста нет. Ну, хоть звук есть. Звук есть. Ну, надо сказать, что у меня текста я тоже не вижу. Он как бы... Вопрос в том, что я вот в Шумнаем у такой замечательной женщины Ирис Марсель. Она тут... У нее есть такое... прекрасное... Специально там построил такую комнату у себя. Небольшой зал. В котором... Все пропало, Нехама. Мы не слышим. Наверное, она выпала из сети. Видимо, интернет накрылся. Нехама, мы ничего не слышим. Нехама. Андрей, может сообщение отправить, ты взялся за телефон? Я написала, но если она увидит... Я написала, но если она увидит... и пошли, мыttан мourt disabled, она приходил, но если она... Нет. Мы готовы больше. Если бы, просто она ведь не WA Т筊. Неха, но если бы. И взглянула. Опускай она такие вот, Здравствуйте! Здравствуйте! Я не знаю, в чём дело. Интернет вроде не вылетал, всё было хорошо. Но есть такое дело. Ну, это так, обычно говорят для утешения, я думаю, не всерьёз. Во всяком случае я говорю, не совсем всерьёз. Есть такое дело, когда ты занимаешься чем-то важным, всегда есть препятствия. Говорят, сатан мешает, ему не нравится. Есть такие истории, что человеку, у него дело не шло в лавке, пришёл ему сосед и посоветовал, ты, говорит, учи талмуд, поскольку никто всё равно не приходит. И когда он начал учить талмуд, все стали постоянно заходить, чтобы ему мешать учить тару. На самом деле это, так сказать, очень примитивный взгляд такой, но часто бывают важные вещи, встречаются с препятствиями. Человек должен высказывать... Ну, недавно, как раз это было в дневном листе талмуда, очень важное высказывание Раби Шимана о том, что три вещи покупаются в испытаниях, в страданиях, неважно. Это будущий мир, земля Израиля и тара. Я слышала такое объяснение, что значит обязательным страданиях. Это даже, обычно говорят так, если к тебе пришли всякие страдания, может, ты идёшь не тем путём, ты должен размышлять, может быть, надо делать что-то другое, не то, что ты считал правильным. Но вот в этих трёх вещах, будущий мир и тара, и земля Израиля, каких бы испытаний или страданий тебе не были на этом пути, ты не должен сомневаться в том, что идёшь правильным путём. Будущий мир, я думаю, имеет отношение именно к тому, что говорит Маниту, что цель человека – это прийти к состоянию Бен-Адам, построить новую личность. Он говорит всё время в своих лекциях о том, что личность, зуд, идентити, человека меняется в процессе истории. Если сначала базовая личность – это был Адам, потом был Ноах, потом Авраам, потом, в принципе, должен быть Бен-Адам. То есть тот человек, та личность, тот образ человека, к которому мы должны прийти в конце истории. И вот к этому концу человек приходит, вырабатывая в себе способность поступать морально. И в этом тоже, как сказать, на этом пути, у него постоянное преткновение всякое. Ты всегда фраер, да? Ты платишь налоги, ты веришь всем, тебя обманывают всякие мошенники, а ты идёшь своим путём и поступаешь, как считаешь нужным. Ты не голосуешь на партсобрании против, за исключение кого-то из партии, тебя тоже выгоняют. Ты всё время попадаешь в какие-то… Стараясь быть честным и порядочным человеком, это вовсе не лучшая стратегия, и поэтому человеку всё время встречаются какие-то преткновения. Но именно на этом пути он всё равно должен держаться. Не говори себе «Ах, ну его, всё равно ничего хорошего не получится». Наверное, я всё-таки неправильно. Может быть, нужно идти извилистым путём. Нет. Ну вот так я это понимаю. Так что преткновение случается. Я ещё раз попробую с вашим разрешением. Надеюсь, что не упадёт опять всё поделиться. Иначе придётся на слух. Только если опять всё будет падать. Внимание. Попробуем поделиться. О, теперь хорошо. В этот раз вышло. Мы уже упоминали, что в конце процесса созидания творец скрылся. То есть был процесс формирования, шести дней, как мы говорим, яйцера в основном, предоставив человеку свободу выбора. Но творец не бросает мир полностью, без всякого своего присутствия. Прежде чем исчезнуть, он оставляет следы, чтобы его можно было почувствовать в реальной. Во второй главе есть два новых понятия, которые намекают на это. Благословение и святое. И благословил Бог день седьмой и осветил его. Браха и к душа. Браха – это благословение, а святость – это избранность. Мы разберём значение этих понятий в порядке их появления. Сначала благословение, а потом святость. Самый очевидный пример благословения – это вкус пищи, который является в языке Библии символом благословения. То есть пища – она символ благословения. Мы знаем, что в субботу мы благословляем на две халы. Это символ того, что день – благословение. Сама по себе еда обеспечивает природные потребности человека, но без неё никак жить нельзя. Есть некоторые люди, которые… Такие теории, что они могут жить на фотосинтезе, пытаясь исключительно солнечным светом. Я про такое слышала несколько раз, но потом все эти энтузиасты куда-то считаются. Из интернета, в основном, может быть, и вообще из жизни. То есть без пищи человек не может существовать. Сама по себе еда обеспечивает природные потребности человека, и достаточно для его работы. Ты мог бы жевать какую-нибудь траву, и всё в порядке. Ничуть не хуже, чем корова работает. Но у пищи также есть вкус и запах. Пища, которая есть у человека, она особенная. У неё есть какие-то дополнительные параметры, совершенно необязательные. Но они вызывают чувство удовольствия. И в этом есть благословение. То есть не то, что мы думали, что самой пищи. Это тоже. Но, кроме того, эта пища даёт нам что-то дополнительное, помимо чистой энергии для того, чтобы мы могли продолжать функционировать и работать. Изобилие, кстати, хотел заметить, есть такое богословение на вино. Но, когда мы сделали кедуш, допустим, или просто начали пить вино за трапезой, какой-нибудь, может быть, торжественной трапезой, есть такое богословение, если в этот момент кто-то приходит и приносит новую бутылку вина. И тогда положено говорить богословение, а то вы умеете богословение всевышний, который хороший и улучшающий, в то время добавляющий добро. И если в Гемарре там есть, приводится это богословение, и предполагается, что новое вино, оно должно быть, наверное, лучше предыдущего, и на этом мы говорим богословение. А то, что там, комментарий, он говорит, не обязательно оно должно быть лучше. Действительно, мы его еще не пробовали, мы уже богословляем. Мы говорим богословение именно на это самое свойство мира, что в нем есть много разных вкусов, много разного вина. Может быть, значит, чуть-чуть хуже, но оно другое. Это был Кабернет, умерло. Например. Изобилие богословений, присущих миру, создает у нас ошибочное представление о том, что это естественное состояние мира. Богословение, заключенное в одном семени, позволяет ему принести множество плодов. Это то, что мы видим постоянно. И кажется, что так и должно быть. Человечество настолько привыкло к обилию богословений, что он не осознает скрытого за нем чуда. То есть, богословение вообще, говорю, браха, это на языке тары, на языке танаха, всегда прибавление. Поэтому вот когда в этом зерне скрытый потенциал дерева или огромное количество других зерен, которые из него вырастут, это именно ее и благословение, который потенциал, который есть в мире, сделать из одного много. В противоположность этому взгляду есть подход, который видит в улыбке ребенка только непроизвольное движение щечной мышцы хорошо развитого животного. Это книга, на самом деле, я сегодня слышала от Рава Узеля, что она не редактивна. То есть, она прямо переводила Габриэла Бен Шмуэль прямо то, что Рав говорил на уроке. То есть, в книге это выглядит немного подколкой такой. Но уроки это, может быть, выглядит в более интимной обстановке, более кошерно, но более естественно. Но на самом деле это, я думаю, отражает действительно некоторые ощущения Рава Маниту, что есть разные взгляды на мир. Есть взгляд на мир, при котором человек видит в мире живое, слово Бога, во всем. Как в улыбке ребенка. Как мы видим, что он жив. Не просто какая-то машина, которая работает автоматическим образом. А там есть что-то большее, чем просто движение этих мышц лета. То же самое и в зерне, и в еде, и во всем. Все, что есть в этом мире, кроме чисто формальных функций размножения или поставления энергии человеку, есть слово «вовсе вырастивание», есть его обращение ко мне. Он что-то, всем он хочет что-то во всех вещах, с которыми я сталкиваюсь в этом мире, в еде, например. Он хочет мне что-то сказать, он мне хочет что-то добавить. Он хочет сделать мне приятное. Больше, чем просто дать возможность жить, дышать, существовать. Корень слова «богословение», «бетришка», «браха», она такая же, как и у коленов. Но это не связано с коленопреклонением, так как в еврейской молитве человек стоит, распрямившись перед Творцом. Даже молитва, вы знаете, называется «амеда», то есть «стояние». Связь между богословением и коленом происходит из другого. Колено – это место, на которое женщина получает настоящее богословение новорожденного ребенка. Когда Рахель понимает, что она не может родиться, она говорит Якову, вот служанка моя Билла, войди и пусть она родит на колене мои. Символически, чтобы это было как бы ее ребенком. Чтобы я имел детей через нее. То есть, когда рождается ребенок, он рождается фактически на колене матери. А тут она хотела, чтобы она родила колене, в общем-то, становится символом рождения, то есть богословения. И богословил их Бог и сказал им Бог, «Плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю и овладейте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, движущимся по земле». Творец сделал человека богословенным. Он дал ему возможность производить потомство. Однако здесь имеется в виду не просто физическое размножение, поскольку животные тоже получили это богословение. Богословение данное человеку направлено на духовную часть. Оно заключено внутри него в потенциале, и он должен породить его к жизни своими действиями. И с помощью детей, всех его потомков, потомков и потомков, и до конца поколения. С одной стороны, Всевышний, давая нам свое богословение, он высказывает нам какое-то особое отношение, но с другой стороны, того же хочет и от нас, чтобы мы, получая это богословение, направляли его вперед, давали богословение миру, реализовывали тот потенциал, который Всевышний в нас заложил. «Быть богословенным означает приносить плоды, способность делаться больше, чем ты сам. Создатель наделил человека благословением, а также способностью давать богословение. И после этого с необходимостью возникать в порядок плодиться и размножать. Сначала необходимо создать плод, а только потом размножить. Размножение без плодов ведет к трагедии». Это он имеет в виду здесь, что дальше, это он об этом будет говорить дальше в главах, посвященных потоку. Оно реализуется как множество людей, которые похожи на людей, но функционируют как животные. То есть просто размножение, в котором нет плода, то есть плод символизирует собой смысл. Не просто увеличение количественное. Как мы видели еще в деревьях, что у него есть ветки и плоды, но плод – это цель, плод – это смысл. И если у тебя нет этой цели, нет этого смысла, а просто размножение, то тогда человечество теряет ориентиры, не знает, куда ему двигаться, и приходит к потопу. Человек, который имеет духовного измерения, того, что в Торе называется живой душой, представляет собой изменение, об этом мы уже говорили, то есть человека природы. Как упоминалось выше, Тора является антропоцентричной. Она рассматривает каждого человека как уникальную личность. Плод предыдущего развития человечества. В истории человечества были периоды и народы, в которых размножение происходило, миновав стадию плода, без того, чтобы реализовывалась скрытая духовная сущность. В эти времена возникло огромное количество людей, не уважающих своих близких, не обладающих человечеством, ничем не уникальных и не имеющих истинной цели в жизни. Вопрос, если у них нет цели в жизни, то все остальное, мне кажется, оно приходит соответственно. То есть он перестает уважать своих ближних, человечность не ощущает. Цели, конечно, бывают разные. Бывают цели совершенно не... лоруин, как сказать, неподобающие. Но тут, конечно, идет речь о полезной цели, а то, ради чего Бог создал человека. Если он теряет эту цель, его цель становится потворству, собственным каким-то страстям и потребностям, то все остальное является следствием. Уважение к человеку как будто стерлось. Остается только огромная масса и лица с потухшими глазами, полными отчаяния. В такой культуре одновременно убийство миллионов людей оставляет мир равнодушным. Но, к сожалению, мы свидетелем бываем не только в Холокосте, но и во всяких других событиях, которые происходят в мире. И оно так и бывает. Самоуважение личности ушло, размножение побеждает плода, поскольку не это изобилие, есть преступление. Благознавание Бога дает человеку способность принимать изобилие и передавать влияние. Плод содержит больше, чем есть в дереве. Родители надеются, что их потомки смогут достигнуть большего, чем они сами могли достигнуть. Реализация этой надежды – это успех, а ее неудача отражает неудачу родителей. Сначала родители помогают своему сыну расти, найти и реализовать свое духовное содержание и только потом размножаться. Это связь между бухгалтерами, заповедами кладить и размножать. Я думаю, что здесь я остановлюсь и послушаю, что есть у нас сказать. Я немножко пробежала, это быстро, может быть. Но мне кажется, основная мысль понятна, да? Да, все логично. Да? Да, все понятно, мне кажется, логично. Никама, вы отправите или он у нас есть, этот текст? Нет, его нету, я обещаю сделать и отправить. Да, я просто… У меня есть вопрос, но я хочу сравнить предыдущий там отрывок. Я в чат лучше потом напишу. Хорошо. На следующей неделе… Ну, просто… Да. На следующей неделе не будет урока, потому что я в отпуске, еду кататься на лыжах. А потом вернемся. Я ухожу, Миши, через две недели я буду, я надеюсь, буду жила, здорова, цела. И все такое. Как мне сын сейчас сказал, куда ты я старуха несет, говорит? Зачем тебе нужно в горы? Ты поломаешь там все себе. Я вот и тоже старый, говорит мне мой сын. Это не младший, не тот, который женится. Это Давид, если кто-то его знает. Он такой. Я говорю, ну я от этого удовольствие получаю. Да ладно, говорит, получаю удовольствие. А что Монету говорит про лыжи? Он что-то говорит, нет? Я думаю, он должен позитивно относиться, но не знаю, не знаю. Мы же только про браху читали. Надо спросить. Если лыжи только ради лыж, то это не очень правильно, я думаю. Что? Если лыжи только ради лыж, то это не очень правильно. Должно быть что-то... Нет, у нас там хорошая компания, мы будем по вечерам дорогу. А, окей, ну тогда нормально. Да, там... А снег там будет, Михаил? Снег там точно будет. Это в горах, в Альпах, во Франции. Почему не быть? Михаил, вы во Франции будете? Во Франции будете? Да, во Франции. Перебирайтесь, я в Испании рядышком. А вы сейчас и в Испании. Встретимся. На лыжах перебирайтесь. На лыжах перебирайтесь, да. Но эта компания, я с ними уже ездила два года назад. В прошлом году тоже хотела поехать, но поздно спохватилась. Они закрывают там программу за несколько месяцев до отъезда. Там все у них так это расписано. Сколько комнат, сколько машин. Кто что готовит, в какой день. Так что там это... Ну я надеюсь, все нормально будет. В этом году дикое количество народа, там больше 20 человек. Но в результате как-то все договорились, я думаю, все будет в порядке. Ну присылайте нам фотографии, а то у нас снега нет. Нету снега? Нет. Хорошо. У нас дождик, Нахама. В Москве дождь. Плюс 4. Ничего себе. Ничего себе. Глобальное потепление, однако. Да-да-да, снега не было. Пока вот уже полдень. Вообще не было? Ну так, пару дней и все. Выпадает, тает, выпадает, тает. У нас, кстати, тоже не было. Попросите у императора, он вам все даст. Он бессменный, он вам все даст. Как это? Да, пожалуйста, без подколов, Натан. Да, со снегом проблемы, я тоже еду в Грузию кататься, непонятно. А когда ты едешь? Когда ты едешь? Так, ну у нас тут запись вообще идет. А, ой, да нам было не значить. А я не знаю, почему. А, записи нет. -. Продолжение следует...